Привет, друзья! Дождались! Сегодня на обзоре новинка наших друзей из Поднебесной, которые наконец-таки запустили в продажу новый компактный видеорегистратор 70Maya M500. И честно вам скажу, друзья, я крайне удивлен. За свою стоимость он выдает просто невероятное изображение. Ну всё, всё, хватит хвалить. Давайте обо всём по порядку. Итак, упаковка стандартная, минималистичная. На торцах фирменный золотой логотип компании и основные характеристики модели. К ним вернёмся чуть позже. Внутри всё крайне просто. Первым в руки попадает картонный конверт. В нём вы найдёте всю бумажную составляющую, инструкцию и две прозрачные плёнки для крепления на лобовое стекло. Я до сих пор не знаю, почему эту фишку не используют другие производители. Крайне удобно. Под конвертом мы видим основной блок видеорегистратора. Эдакий цилиндр. Без экранов. Ничего лишнего. На одном торце кнопка включения, она же при повторном нажатии открывает точку доступа Wi-Fi для связи со смартфоном. На втором торце вход питания USB-C. За это второе спасибо. Современный подход. В комплекте, кроме основного блока, вы найдёте крепление с двусторонним скотчем, двухпортовое автомобильное зарядное устройство, шнур питания на 3,5 метра, руководство пользователей, электростатические плёнки, о которых я уже сказал, запасной двусторонний скотч и монтажный инструмент для утапливания кабеля под обшивку. Вот, собственно, и всё. Последний, на что стоит обратить внимание, это объектив. 6 линз и угол обзора 170 градусов. Диафрагмент 2,0. Это тоже хорошо. Теперь давайте пробежимся по характеристикам. Процессор Novotec Ante 96 580. Максимальное разрешение 2592 на 1944 пикселя. 30 фпс. Устройство имеет встроенную память. На выбор 32, 64 или 128 гигабайт. Слот под карту памяти отсутствует. Также регистратор имеет небольшую батарею на 500 мАч, что позволит использовать его даже при выключенном питании автомобиля. Кстати, вместе с регистратором ребята мне пристали вот такой датчик давления в шинах. Штука крайне полезная, и я себе её обязательно установлю, но немного позже. Она, кстати, тоже коннектится с видеорегистратором. Да, кстати, дополнительно к этому устройству вы можете купить вот такие провода. Они подсоединяются напрямую к аккумулятору через предохранители, и так вы можете себе обеспечить полноценный режим парковки. Если что-то произойдёт, он обязательно включится и запишет всё происходящее. Всё управление устройством происходит через фирменное приложение компании, 70май. Оно так и называется. Регистрируйтесь, подсоединяйте новое устройство и наслаждайтесь. Абсолютно все настройки, просмотр и скачивание файлов и всё другое происходит именно в этом приложении. Вы можете настроить чувствительность G-сенсора, выбрать разрешение записи и настроить другие характеристики под ваше усмотрение. Также вы можете выбрать определённый участок и скачать его сразу на свой смартфон. Причём ребята и 70май реализовали это крайне интересно. Все записи на памяти устройства сформированы в один большой тайминг. И перемещаясь по нему влево и вправо, вы достаточно быстро и без проблем сможете найти интересующий вас отрезок времени. Также при нажатии на одну кнопку вы можете вызвать на экран дополнительную инфографику. Тут вам и ваши данные по GPS, и текущая скорость, и даже север, юг и восток можете определять. Но поверьте, всё это не главное. Главное – изображение, от которого я был крайне удивлён. Вы просто посмотрите на чёткость этого изображения. И нет, это действительно не реклама. Просто посмотрите. На мой взгляд, по такой картинке хочется сказать, что ребята из 70мая прыгнули выше своей головы. Номера и попутного, и встречного потока читаются просто шикарно. И тут никакого 4К. Разглядеть получится не только общую ситуацию на дороге, но и спокойно поставить на паузу и прочитать номер проезжающего перед нами автомобиля. И кто бы мог подумать, всего 30 кадров в секунду. А вот что оно получается. Собственно, давайте так. Сейчас я покажу вам дневную съёмку и ничего не буду говорить. Посмотрите, сделайте самостоятельные выводы, и если не согласны со мной, напишите в комментариях. Следом, естественно, ночная съёмка. И тут всё дело вытягивает светосильная диафрагма. И сразу в лоб яркий пример. Ночь. Слепящий цвет фар. Но несмотря даже на эту слепоту, номера автомобиля и этого же автомобиля, который меня слепит, читаются на ура. Да, мы не едим на большой скорости, но сам факт. Такого я не видел нигде. Другими словами, со стоящими автомобилями и попутным потоком даже ночью нет никаких проблем. Ну а когда встречка едет на скорости, ситуация, конечно, похуже. Если автомобиль будет ехать на небольшой скорости и не будет слепить, номера прочитать получится. Но если, например, вот такой парень на ксеноне на скорости проедет, тут извиняйте, мы ничем выручить не сможем. Так, теперь давайте о самом главном. Наверное, это стоимость. Самая выгодная стоимость базовой комплектации на 32 гигабайта, естественно, на Алиэкспресс. И на момент записи видео есть какая-то большая скидка, его можно ухватить буквально за 8100 рублей. На российских площадках это дело стоит значительно дороже. Долго ждать в Китае или побыстрее. За Россией, но дороже, каждый решает сам для себя. Но факт остается фактом. За такую цену это просто шикарнейший аппарат. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если это действительно так, ставьте лайк и, конечно, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Вы были на автомобильном канале ПРОАВТО. До скорой встречи.